Так, ну всё, продолжаем наш турнир на лотос-покер и бальник по 5 долларов. Мы на последнем месте, 7 из 7. Призовой фонд набежал 3.825, за первое 879 долларов, за седьмое 153, но мы только на первое место. Так, тут 7, это конечно лын в наших стеках. Так, пусть парень открывается с ранней позиции, но у меня уже нет смысла сидеть ждать чего-то. Тут 7 мастер-вы это, ну, пуш. Считается, конечно, здесь не по блайндам, а по числу М, это большой блайнд, по-моему, плюс антэ, или блайнды плюс антэ, да, 7.5, 11. Вот сейчас у нас здесь М, можно в принципе сидеть. Дама, 7, одномастные. Парень вообще без дистанции, поэтому я не думаю, что он особо умеет играть в турниры. Возможно, это хороший игрок, который же у нас каким-то другим ником играет. Более-менее адекватного какого-то регуляра, я 3б, но бы. Карл-2, ну. Четверки. Идет рейс с ранней позиции, но я не вижу здесь много фулл-деквити, плюс через весь стол, поэтому для меня здесь проще выкинуть, подождать какой-то более лучшей карты. У четверок практически нет шансов улучшиться, я не вижу здесь вообще никакого фулл-деквити после нашего пуша через весь стол, причем здесь могут коллировать, вот эти опы будут коллировать по любому, по каким-то семеркам, восьмеркам меня. Так что это пас. Дам ждем своих или королей. Ну вот, туз-дама, с ранней позиции, я думаю, здесь будет плюсово запушить, закроют меня по тем же рукам, типа семерки, восьмерки, туз-валет по-любому закроют. Вот эти ребята, может быть, найдут себе колы по туз-10 какими-нибудь. Ну, получив кол, мы часто, я думаю, будем играть в коинфлип. Нормально. Фолды мне нравятся больше, чем колы. 10 валет я уже защищу просто колом, тем более против этого опа. Если мы хорошо попадем, он по-любому проплатится, ну, на этой доске без вариантов. Если только он сейчас решит что-нибудь чекнуть, и у нас появится дроватский, девятка, дама, может быть, выйдет, которая дает нам двухсторонние стрит-дров от тройки. С СБ на ВБ, наверное, можно просто пушить против ранней позиции. Если сейчас все выкину, то я тоже выкину, а если кто-то еще зайдет колом, я доставлю девять с половиной. Ну, после половины, это, конечно, фолт. С СБ на ВБ я, наверное, тоже бы склонялся просто к вабанг. Ну, вот нас шесть человек. Сто девяносто один доллар. Туз-8, вот Туз-8 одномастные, можно открыть минрейзом скотов, это по-любому, ну, их нужно открывать. Туз-дама, также минрейз. Хочу сейчас, чтобы зашел сюда вот этот топ. Ну, уже никуда не уйдем с этого банка, даже на лу-ым парень будет сквизить на широком диапазоне. Здесь Бродвей, пары. Кол. Ну, тут дама. Ух ты. Хух. Нормально. Плюс вы увидели то, что я открываюсь минрейзом с хорошими руками. Я пушил такие руки, типа Валет Король, но открывался минрейзом. С Валет Дамы теперь можно будет почаще воровать блайнды. Ну, вот этот топ мне вообще не нравится. Парень, наверное, расстроился, что не доехал. Давай, четыре фолдим. Хотя, в мультипоте можно подколить, зайдя за такими трипсами, двумя парами. Просто очень хорошие шансы банка будут даваться, если еще два опа бы зашли. Шесть три фолд. Десять пять тоже будем фолдить в чип-лидер и открываться с баттоном. Это будет таким... Ну, я не понимаю, это будет очень минусово здесь исковать него. Десять валет мастевый также открою. Также минрейзом. В эту доску надо по-любому ставить очень много неприятных... Ну, во-первых, как это будет выглядеть, я ставлю в эту доску. Конечно, здесь никогда не выкинет туза, но если мне чекнуть, я здесь никогда не буду чекать руки типа туза, потому что... Так, опять открываемся, потому что там может много выйти неприятных карт, такие как десятка, король, который убьют у экшен. Ну, тройки надо выкидывать. Ну, увы. Фолдить тоже было бы слабо тройки. Здесь сейчас в шесть маст. Не так часто парни трибетят, я смотрю, в основном заходят колом, пассивная игра это уже неплохо. В ханзапе я хотел бы остаться с кем-то, вот этот оп или вот этот. Ну, конечно, этот сейчас мне мешает очень сильно. Но если бы я дошел до ханзапа, я бы хотел видеть кого-то из этих двух игроков. Парень любит очень воровать у меня большой блайнд. Дают ему здесь отпор какой-то. Первый раз я вижу, что его там трибетнули, обычно все заходили каким-то колом. Дама два, я думаю, здесь... Ну, нет, Дама два мне не нравится, все-таки двойка очень неплохая карта. Какими Дама семь я бы по-любому пушил. Мне это было бы плюсово. Но если меня колят, пусть он колит меня на каких-нибудь 9-10. Одномастных и двойка вообще не играется. Ну, практически. Плюс, если он колит меня на каких-то парах. Ну, если меня колят здесь пары, с Дамой восемь у меня еще может быть там 50-50. 50 будет. А Дама два это только там 30% на победу. И это очень плохо. 5-9 фолт. Мне нравится он вообще на стол. Никто особо не отмораживается. Не такой он агрессивный. Рейзи понятно, но нет какого-то явного такого, кто капитанец, стол. Поэтому, думаю, если мы удвоились, было бы играть довольно комфортно. Валет-король. Открой также минрейзом. Неплохая доска, я не буду сюда ставить. Не думаю, что часто получу фолгой. Чекаем просто. Ну, а туз, туз я просто обязан в него ставить. У меня с ранней позиции будет много тузов. Играет колом. Десятка. Ну и все, сдаемся, если у него были какие-то тузов. Он здесь, конечно, не выкинет, а впереди всех дроп мы. 5-4. Хм. Странно. Видимо, он понял то, что... Ну, хотя такой флоп я не поставил, такой флоп. Ммм. Соответственно, я сюда редко попаду. Плюс... С открытия против ранней позиции. С открытия с ранней позиции у меня там действительно много тузов. И на что он рассчитывал. Не знаю. Причем рейс я поставил нормально. Вот король 7, если сейчас он не выкидывает, это просто валын. Ну, опять у нас такой стек, что... Либо пушить, либо холдить. 4-2 холд. 5-3 холд. 5-4 холд. Продолжение следует... Туз-8. Можно пушить, можно фолдить, но мне больше нравится All-In. Если мы открываемся, у этого появляется пространство для 3-бет All-In. У этого появляется All-In, а уже на All-In у меня нет никакого фолдекити, так что просто пуш. А открываться и закрывать какой-то All-In, Туз-8, даже если это и прибыльно, я не хочу все равно играть какой-то там coin flip 55 на 45 против каких-нибудь дамок роль. Туз-3. Блин. Не знаю, какие-нибудь Туз-7, Туз-8 я, наверное, уже обязан был бы здесь все закрывать. Тоже широкий же диапазон у него сейчас пуша, но я часто буду играть здесь какую-то монетку, а плюс если против всего диапазона, то я буду позади. Я думаю, поэтому подождем момент. Ой-ой-ой. Вовремя пришли, а? Где мои-то? А-а-а. Вот. Дождался. Ну, это, конечно, All-In. Я здесь также буду пушить. Вот именно 3-бет здесь будет намного страшнее, чем All-In. А вы... Я буду пушить широкий диапазон, а вот 3-бет эти... 3-бет эти, это больше будет похоже на силу. 5-7, открою с минрейтом сейчас. Парень вообще не понимает, что он коллит, и часто здесь будет сквиз. Во, нормуль. Чё, 5 человек нас. Вот между 5-м и 4-м местом довольно солидный разрыв 120 долларов, но факт в том, что мне теперь пересиживать некого. 229 долларов пока. Туз Валет, это, конечно, All-In. Тоже так же меня будут закрывать какие-нибудь Дамы-Король, Туз-10. Десятки, ну... Есть! Всё, вот. Теперь вот можно поиграть. Стейки более-менее комфортные. Теперь у меня есть пространство для какого-то 3-бета, для какого-то мува поколить, даже флоп, при флоп как-то поколить. Так, здесь парень поставил делёжку. Я, наверное, тоже за делёжку. Разделить эти призовые всё-таки. Сейчас у нас... О, переезд. Сейчас у нас... Чё? 5 человек. 570. 464. Ну, грубо говоря, там тысячу... 1050 пусть будет. 5-4. 5-4 фолдинг. Так, здесь у нас получилось 570. Плюс... Ну, 1050, пусть будет 1700. И первое место. 2,5 тысячи по 500 долларов. Там, ну, за последнее, может, долларов 400. Неплохо, мне нравится. 400. Я бы был согласен. Просто видно то, что все флопы более-менее такие дисциплинированные. Умеют играть. 8-10 фолд. Если бы я сейчас был самый короткий, я бы отказался от делёжки и стал бы оставить. Потому что самим коротким мы и так вылетим там. Ну, хотя, если бы поделили так долларов 400, то да. Ну, тут будут по фишкам делить. 200 тысяч. Здесь у нас 600. 900. Миллион пятьдесят. Одна пятая. На две тысячи. Ну, да, там и выходит примерно 400-350 долларов. Хотя, в принципе, 350 долларов это так и так. Нет. Сейчас пока мне не нравится эта делёжка. Вылетит ещё один оп. Или мы вылетим. На четверых. Всё-таки сейчас я ещё могу поиграть. Кус пять, кус шесть. Ну, и пятёрочку бы сейчас. Оп. Нормально. Теперь ставим. Хотя я опять самый короткий. Зачем? Мне нет смысла самому короткому, как я увидел в видео, нет смысла когда-то самый короткий ставить делёжку. Два пять фолд. Разрыв кризов, как я понимаю, будет не такой большой. То есть, допустим, там сейчас 344. Ну, добавится мне сюда там 20-30 долларов. А так у меня будет возможность выиграть первое. Пять-четыре. Одномасные. Я зайду. Так. Если сейчас он его отрибетит. Я вот думал, что попробовать блеф 4-бетнуть, если бы он его отрибетнул. Ну, чекфолдим. Заходил за какими-то дровами, гатшотами, флешдром, попаданием хотя бы в какую-то среднюю пару. Вышла бы доска, скажем, ну, не знаю, 10, 5, 2. Тушь 2, all-in. Хотя, зачем all-in? Можно поставить 3-беты, отвалиться. Что-то в районе 34, я думаю, окей будет. Я не ставил 3-бетов практически. 8-3-фолд. 4-макс мне еще нравится стадия, ну, то, что можно как-то там с моим стэком поиграть, попробовать помутить. С 3-макс уже будет тяжелее с моим стэком играть. Дамы, ну, также минрейс дождался все-таки своих королей, да. Получаем кол, сухая доска, и мы видели, что этот топ не падает там на конбет, поэтому я поставлю. Смысла нет, много неприятных. Семерка, двойка, пятерка, они все убивают экшен. Ну, и здесь, конечно, я хотел бы сейчас получить чек-рейс и выставиться. Хух-хух. Нормально. Отлично вообще. Ну, и теперь на втором месте. Вообще все супер. Сейчас, конечно, будет много пуши вот от этого опа. Теперь можно как-то поговорить о дележке. Я думаю, втроем мы останемся, я соглашусь на дележку. Король 5 откроет минрейсом с баттона. Все-таки я этого не делал. Практически не воровал блайнды. Тут дама. Ну, открываем 2.5 ББ, показываем, что мы хотим выставляться с ним. Если я сейчас открою какой-то... Я не знаю, что он там написал. Оверпара, что-то. Ну, не знаю, что-то там проходим. Открылся я 2.5 ББ. Сейчас я буду закрывать его. А с этим, с чип-лидером, я не хочу раздавать банк. Просто играю колом. На такой доске можно играть донбетом. Побольше. У нас 2 оверкарты. Он колет. Мы попадаем в валета. Не так агрессивно он себя ввел. Но чекать и давать бесплатную карту. Ставить и получать рейс на этой доске тоже не особо хочется. Он ставит. Надо колить. И десятка. Отличная карта. Я всегда поставлю блокбет. И отвалюсь, конечно, на пуш. Блокбет что-то в районе 60. Я думаю, окей будет. Дамы. Отлично. 2.5 ББ. Здесь мы уже тоже на стэк. Довольно скоординированный флоп. Надо ставить. Так, идет улы. Но сейчас я буду уже поагрессивнее играть. То есть открываться пошире. В 4 макс. Чип лидером. Я думаю, это нормально. Валет 3 флоп. Я никогда не разыгрывал валет 3. Наверное, по-моему, голос услышно, как я приободрился. Но действительно рад. То, что мы дождались своих королей, дам, которых нам не раздавали. Пусть 10. Сейчас будем принимать, конечно, увы. Ну, почему же так? Восьмерка. Никак я не могу выиграть сравнение с 70 на 30. По-моему, этот парень заходит во флоп. Попал, не попал. Не знаю. По игре тут смотрим. Ну, как я наблюдаю за ним по игре. Тоже для конзапа, в принципе, неплохо было бы. Не знаю, почему вот эти ребята не хотят делить. Это же уже может долго продолжаться. Так. Понятно, что парень уже... Ну, ему терять нечего. То есть его 3 бетить здесь смысла нет. Лайкова. Можем 3 бетить сейчас вот эти хопов, пока сидит коротенький стэк. Дама 8. Открываем минрейзом. Парень практически не 3 бетил. Фуууу. И сейчас ставит нам 3 бет. Я просто выкинул. Не хочу сейчас раскачивать какую-то дисперсию. Нужно 8-9 одноматный. Я думаю, я бы поставил 4 бет. Ну, не так часто он 3 бетит, поэтому... На ПБ просто ужасные руки сдают. Вообще за весь финальный стол. Хотя, в принципе, может это и неплохо, если бы сдавали какие-то более-менее играбельные. Возможно, я заходил бы и... Попав в какое-нибудь совпадение, уже выставился бы. Опять валет фолд. Да, если бы нас не переехал тот игрок, мы бы сейчас были с отрывом там в 2,5 раза вот этот игрок. Ну, это покер, бывает. Сейчас он рад, потому что жив. В этом турнире. Банк на троих, это всегда хорошо. Никто не захочет уходить с этого банка. Просто так. Ну, нет, видимо, вообще ничего не было. 7-3. Фолдим. Мне кажется, вот эти два должны как-то зарубиться между собой. У них какие-то стеки. Да, мы 10 открываем. Выходит тусы, довольно сухая доска. Сюда можно поставить что-то в районе 16. Если он колет, надо баррель терн. По крайней мере, в девятку точно. Валетов короля. Да, и вообще, мы увидели то, что он колет с младшими парами. Я думаю, на терне я бы его спокойно продавил. 9-3 фолд. Ну да, это определенно неплохой игрок. С молдовы. Дам опять с фолдным. Я сейчас постараюсь как можно меньше выходить на постфлоп. Решать все дела на прихлопе еще. По крайней мере, вот с этими стеками. Они будут лайтово загружаться на постфлопе. Мы не так часто будем попадать. 5-8 фолд. Да, мы 10 опять открываем. И я думаю, раз парень не сдается, можно открывать такие руки. Мы не весь свой спектр открываем. Просто побольше сайзингом. Раз он так любит поколить на ББ. 9-4 мастевые. Я уже защищу против него просто колом. Ну надо колить. Попадаем в девятку. Можно сейчас сыграть минрейзом. Блин. Но он уже никуда здесь не денется. Ставит много в такую карту. Я буду сдаваться, конечно, у нас не топ-паром. Не овер-паром. Плюс он много ставит так. 7-2 фолд. Да, неплохой игрок, а там агрессивный. 6-9. Открываем. Ну как ты можешь с таким размером 3-бетить? Мне кажется, такой большой 3-бет это часто слабость. Я думаю, здесь за 4-бетч его. Но он своим большим размером 3-бета выдает силу своей руки. То, что хочет выдавить меня с банка. 7-10 тоже бы защищал. Я не буду так просто давать свои блайнды в 4-макс. Парень предлагает дележку. Я напишу, что гоу. Так, и что он еще написал? Интересно мне вот это. Сейчас быстренько выбьем. Интересно мне, что он пишет. Я английский не знаю. Не будьте обезьянами. Ну да, сейчас вот... Не знаю, все играют примерно на одном уровне. Неплохо все играют. Поделить сейчас самое то. Так. Вот так нормально. Получаем кол. Если сейчас он будет сквизить, мы будем вестилить. Здесь, c-бет. В районе, я думаю, также 40% банка. Не, маловато. А, 27. Нормально. Получаем чек-рейс, колем. Здесь будет лайково чек-рейсить. Или можно вообще здесь загрузиться. Парень колил нас по пятеркам в прошлый раз. Я думаю, здесь нормально будет поставить и так 70% банка, выдавить какого-то валета. Слабого. Слабого. Я показывал все это время хорошую игру. Четверки, кола, сет и чек-фолд. И чек-фолд. Если мы поставим также 40% банка, он может прочухать эту тему и как-то лайково загрузиться. Поэтому ставим больше. 5, 10, холд. 5, 10, холд. 19, холд. 3 бетит, если этот баттен, а будем пушить. Ох, валеты, ну ладно. Ну-ка, четверочку. Печально. Ну, просто уже агрессивная динамика такая. И он будет часто лайтово меня 3 бетить. Тут 10. Просто L-in. Против любого рейза. Хотя вот с этим опом можно еще попробовать как-то открыться поменьше. Ну, я думаю, до 22 с половиной нормально. Хорошая рука. Так, и теперь я уберу дележку. Фолдим. Король 3, одномастная. Открываем. Плюс парни знают, они не будут меня сейчас лайтово 3 бетить. Они знают, что я буду лайтово загружаться. На этой доске я не буду ставить все бет. На дон просто холд. Ну, да, мы. Отлично. Ну, и L-in, конечно. Без вариантов. Блин. Есть. Есть. Ну, все-таки. Походу, самая слабейшая рука здесь выиграет часто. 8 валец кинем до парагу уже. Он видит тоже, что этот парень часто открывает. Ну, 4 макс, тут король понятно, именно то, что он все правильно сделал. У меня просто здесь никогда нету заднего хода, тут дамы это нас. 4 макс, самым коротким стеком, плюс он лайтово будет вот ребетить в эту позицию, потому что он довольно широко оттуда открывает. Я вот единственное, если сейчас, наверное, выключу холд менеджер, потому что не хочу, чтобы сбивалась статистика. Теперь нам нужно забирать обратно фишки вот с этого опа. Друг мне пишет то, что, наверное, зря здесь выставил со своими тут 9, не нравится ему лын, но я считаю это нормальным. Нормальный лын парень. Так, фалгин в коротком стеке 7.9 я не буду открывать, буду только открывать то, с чем я смогу закрыть его. Но здесь понятно то, что мы часто будем получать 3 беты. Я своим лыном, если ставлю лын, у меня куча в холд эффекте. Так что мне нравится здесь. Король 10, если этот идёт лын, я тоже закрываю его. Ой, блин. Ну, будем колить, если этот пушик придётся выкидывать, так как я не знаю, что здесь открывает. Вот это топ. Отлично. Отлично. Две пары. Попробую сыграть чек-рейзом я здесь. Ну, фулл хаус. Буду донкать полбанка. И туза он здесь не выкинет. Ну, и туз, я думаю, надо ставить примерно в районе... Чё-то в таком больше ставить, чтобы это было как-то блефово казалось. Ну, туза я не думаю, что он здесь выкинет. Плюс закрылись дрова на флэш. Ну, с флэш и дрова он, конечно, цебетил бы. Валет-дамы какие-то закрылись. В общем, плохо, что он не поставил флоп. Меньше добирать смысла нет. Ну, и здесь просто кол. Отлично. Ну что, 3-макс-то мы поделим, наверное. Давайте делить, ребята. В конце концов, с этим опытом я уже не буду делить. Я считаю, что сильнее его. Так, ну, здесь, конечно, OpenRace. На 3-bet all-in. 3-bet? Чё-то в районе 75, я думаю, окей будет. Хоп. Ну, в хан-запе поиграем. Да, макс-9. Стандартный кол. Попадаем в среднюю пару. Играем чек-кол, чек-кол. Просто кол. Смысла раздавать банк нет. Чек-кол, терн. Он ставит полбанка, ну, просто кол. Не закрылось ни одно дро, и сейчас надо будет думать о том, что коллирует. Ну, я буду колить здесь. По-любому. Не закрылось ни одно дро, и он всё равно сюда ставит. То есть, зачем? Если у него какой-то слабый туз, он бы поставил меньше добрать с этой девятки. А тут он ставит много. Туз 3, одномастные. Тоже просто кол. У нас 2 бэкдора. Я думаю, можно сыграть чек-рейзом. Куча рук промахнулись сюда. Ставил бы я уже по любой бубе, по валету, по даме. Туз понятно. Туз 4. Открываем. 4-5 световые. Тоже можно чек-кол, сыграть флоп. У нас 2 бэкдора на гэдшот. Плюс он ставит, ещё так мало. Просто фол. Пошло флэш-дро. Чекаем. И можно тоже чек-рейз играть. Ну, ничего не доехало, поэтому я думаю, какие-нибудь 8-9 мы здесь выбиваем. Поставлю что-то в районе 30-25 тысяч. Это будет нормально. Туза бы, конечно, он не выкинул. Так, 3 фолд. 100% баттен я, конечно, не буду открывать. 4-2 фолдинг. 6-8. Ну, вот такие руки, которые более-менее связаны, я буду открывать. У нас гэдшот, но доска вообще просто ужасная. Я здесь выбью на этой доске только какие-нибудь 3-4, поэтому чекнув догон, просто попробую поймать. Ну, здесь можно поставить, я думаю, 15 тысяч. Редко какие руки сюда не попадут. Какие-нибудь туз-3, туз-4, 2-4, не знаю. Туз валет, но это сейчас 3-бет будет. А, он лимпит. Не, парень, лимпит нельзя. 6-3. Любую одноматную руку я буду открывать. Так, разрыв у нас здесь. Тоже есть два бэкдора, ставим. Ставить много, я думаю, не надо. Что-то в районе 20 будет много. 18500 поставлю. Ну, теперь он уже здесь ничего не выкинет, просто чекаем и ловим какие-то слоялки. Ну, и чек в догон. 10 дамов, но баррель здесь нет смысла. 9 дамов холл. И на такой доске будем играть чек-холдом. То же самое. Чекаем. Открываем. Получаем 3-бет и 9 дамы я не буду ракалировать. И 3-бет, потому что, ну, часто мы попадем. Во-первых, часто не попадем. Во-вторых, дама уже может быть мертвой картой. Король 2. В контакте не знаю, какие-нибудь король 8 разноматные я буду защищал. Чтобы, если попадать, то хотя бы в среднюю пару они с мальшего лету открываем. Тут 8 3-бет. Я не буду делать больших 3-бетов. 50. Два с половиной раза. Двое очки. Туда же. А если он сейчас ребетит, надо будет падать. Хорошая доска. Суббет. Ну, 7-3. Даже одноматные надо выкидывать. То есть 6. Оп-эн. Оп-эн. Нацовая ФД у нас. Я думаю, стоит поставить где-то атаку. Чуть полбанка. Получим чекрейс. Я здесь не буду сразу играть на стэк. Просто заколируем. У нас хотя совпадение, но младшие. Что прибавляет таутов. 7-9 кол. Get shot. Я думаю, здесь надо донкать. Донкать что-то в районе 30-ти. Побольше. По тройке я уже ничего не смогу здесь изобразить. И просто буду сдаваться. У него просто может быть там какой-то сет, который он за слоу-плеет. Ну, в общем, в спаренную доску блефовать очень плохо, когда именно нижняя пара спаривается. Туз-дама 3-бет. Те же самые в 2,5 раза. 40% я думаю, айс здесь. Получим рейс. Это будет на стэк. Потому что я не вижу рук, с которыми здесь может рейзить. Только флэр-дро. Поэтому для меня это улын. Ну, 9-король. Конечно, здесь никуда не уйдешь. Печальненько. Ну, часто здесь будет именно блеф. У меня 2 оверкарты к его девятке, если на тот случай пойдет так. Колит, младшая пара. Доска сухая, также 40%. Да, мать 10. Просто кол. Чек-кол флоп играем. Чек-кол, я думаю, терный. Можно какую-то маленькую ставку поставить по риверу, если мы не доедем. Ну, надо колить. По идее, это нас здесь бьет какой-то туз только, который он прочекает так же по риверу. И валет. Так. Он видел то, что я в прошлый раз не выкинул валета. Здесь я также играю чек-кол. И вот он баррелит сюда. С ту зомбу он чекнул. Как часто у него будет этот валет. Тройку, семерку бы он чекнул вдогон. Туза по-любому. Здесь у него, мне кажется, либо какой-то над, либо вообще блеф. Мне кажется, я не могу здесь выкинуть. Надо колить. Но тузы. Печальненько. Туз 8 открываем. 2.5 ББ. Блин, ну можно было мин рейзом открыть. Но с ту зом я уже никуда не уйду. С бет. Ну вот так вот годится. Он играет колом. Ну я в туза обязан ставить. Я же буду в туза и блефовать. Просто с какой ставкой. Вот я думаю 42 норм. Я не могу здесь чекать с туза и потом. Ну не знаю. Ладно. В общем, продолжим мы. Хотя, думаю, хендзап мы доиграем в этой части. Не думаю, что он будет таким долгим. Продолжим после перерыва. Так, ну продолжим. Пару раздач. 10 дамо. Все-таки, мне кажется, здесь будет много блефов. Бьет меня пока только король. Здесь. Но с другой стороны он ставит такой жирный value best. По предыдущей раздаче он видел, что я не выкинул здесь среднюю пару. Я думал об этом, но все-таки все равно склонился кол. И в принципе мне нравится этот кол. Так, и туз дамо. Вот тут я уже сейчас пересмотрел немного раздачу. В голове я прокрутил ее. Так. Все это у нас происходило на флопе. Я ставлю сюда конбет 40%. И он просто огромный чекрейс делает. Блин, часто это будет какой-то флэш-дро. Именно защита девятки. Я не думал, что он здесь чекрейзил бы с какой-то пятеркой. Так. С простым, ну, с глупым блефом каким-то. Поэтому все-таки туз дамо здесь мне нравилось фолкнуть. Отдать ему этот банк. И бороться еще с нормальным стеком. Да. Рисковать там сколько у него? 400 тысяч рисковать. Ну, это была глупость с моей стороны. Хорошая мысля приходит опосляк, как обычно говорится. Да ладно. Я не упал духом. Мы все равно втрою. У нас есть еще пока фишки. Поэтому мы играем. Дама 4, плохая рука. Сейчас будем более-менее такие связанные руки, какие-то одномастные руки открывать. Король Валет годится. Годится для 3 бета. Вот так. На Алым придется, я думаю, падать. Надо было бы считать, можно ли мне его здесь закрывать или нет. Но я не думаю, что он сейчас отмазок. Открою. Часто пихнет там какие-нибудь туз-2. 10-7 я открою. Попадаем в младшую пару. Ставим. 40% банка. Стандартно я бы сюда ставил и тузовым тузовым тузовым. Ну, с двумя парами какими-то. Туз-10. Тот же самый 3 бет. 54-то, я думаю, маловато. На пару тысяч больше. Вот сейчас я уже буду его закрывать. Король. Не самая удачная карта. Он не вытянет здесь, типа, валет дамы, что-то профлайтит, я думаю, меня. Я думаю, в моем чеке будет как-то больше. Чекаем. Добирать особо нечего. С какого-то туза хуже. Можно попробовать добрать вот такой ставкой. Я считаю, что это волюбет. Какие-нибудь туз-8, туз-7. Блин, ну 4-7, конечно, он нормально должен колить. Доска вообще просто, ну, если он заходит под мой 3 бет, такой уходит, как бы это неплохо. Туз-3. Я думаю, норм будет разыграть просто колом. Он видел, что тузов я калирую. Здесь я уже никуда не денусь и думаю, играть чек-кофф-лоп и, наверное, чек-рейс-терн. Плюс совпадение по десятке. Попробую я сюда поставить вот так. Понятно, что он выкинет здесь кучу рук, но типа руки дама-король, что-то такое. Валет-даму он, возможно, не выкинет, поэтому ставим еще. Мы часто будем здесь делить, конечно, с тузом, но я здесь хочу добрать какой-то дамы. Размер вот так нормально будет. Не удалось. Туз-2 открываем. На 3 бет я сдамся. У меня нет никакого фолл-декути. Туз-8, туз-7 я бы, скорее всего, пушил, а туз-2, ну, колли-то у меня с каким-то с 4 очень часто позади. Также колом заходим с своей двойкой. Попадаем в младшую пару, тоже надо думать, играть чек-рейсами, я думаю, здесь. Куча рук промазала, но у им придется отвалиться. Он колет и хорошая карта. Я здесь буду чек-рейсить флэш-дро, поэтому он должен это понимать. Так, 5-2 я выкину. Король-5, мастевые, я зайду. Чекаем. Я думаю, одну ставку я поколю. Натернив, все-таки, скорее всего, сдаемся. Там реально очень много тузов. Плюс он баррелит много. Сдаемся. Пустого блеха здесь никогда не будет, я думаю. 7-3 фолд. Туз-2 банк уже большой, поэтому просто... Ну, блин, можно так же сыграть, как и колом. На этой доске придется сдаваться. Пуш еще не совсем стэк подобный к этому. Я думаю, можно поставить 30 с целью защиты. Если он колет, то придется сдаваться. Блин, то же самое. Здесь у него либо не доехали дрова, и он скинет. Но надо ставить больше. Ну, в смысле, не доехали дрова, и он скинет. И если у него есть совпадение, он его тоже никогда не выбросит. Посмотрим, что там было. Пус-9. Очень такой. Так. 10 дам, в принципе, неплохо цепляется за борт. Я думаю, что нормально здесь будет подколить. На этом борде мы вообще ни во что не попали. Если бы я хоть во что-то попал, бы пришлось бы выставляться. 3-5 фолд. Валет 4 откроем. Одномасные руки я буду все открывать, кроме валет 3. Но колить 3 бета не могу. Дарма 10. Просто кол. Ни во что не попадаем. Как часто он чекнет в догон. Я думаю, это будет нечасто. Он по-любому из него ставит терм. Сдаемся. Дарма король открываем. И если сейчас получаем 3 бета, то это уже будет all-in. Тус 8. Можно так же 3 бетнуть. И если он пихает, то придется закрывать. Он пихнет сюда уже, наверное, ну, парой пихнет. Тузов слабее пихнет. 9-10 открываем. Я вообще не могу попасть во флоп. Но тут надо ставить. И я поставлю больше. Как бы показывает то, что у меня пара. Туз 9. Тоже самое 3 бет. Он колит. Ну и надо ставить. Мы видели, что он колит какие-то 3-4. Тяжелая ситуация. Ничего я здесь не выбью. Думаю, не выбью я даже здесь семерку. Даму тем более. Дров не так много на доске, поэтому чекаем, сдаемся. Чекаем в догон, четверка. Это, ну, бланк вообще. Не знаю, что у него здесь может быть. Чекаем. Мы не можем здесь продолжать. 8-3, одномастные. Открываем. Ну, вообще не хочет сдаваться. Флэш-дро. Я думаю, 40%. Чуть-чуть больше. 28, полбанка. Нормально. Надо баррелить. 77, если мы сейчас ставим. Я думаю, где-то вот так 63, чтобы пушнуть ривер. Ну, хотя, если он колит. В флэш-дреките никакого нет. Нет. Если бы он сейчас колил, я бы уже не стал пушить ривер. Потому что он там тоже ничего не выкидывает, а, ну, единственное, выбивать там какие-то флэш-дро, которые старше нас. И, так, 6-8. Открываем. Флэш-дро и какие-то дамы-король. Чекнем. Тоже не думаю, что здесь будет много флэдэквити. Сейчас подумаю я над рейзом, но у нас вообще так мало аутов. Валета мы здесь тоже не выбиваем. Флэш-дро не выбиваем. И был бы хотя бы каким-нибудь, не знаю, тус-два, что-нибудь такое. Чтобы, если он колит нас на флэш-дро, чтобы мы прочекали ривер. Ну, десятки. Это, конечно, у нас тэк. 45 тысяч банки уже. Это по-любому. Ну, вот теперь мне можно пихать лэнс таким стэком. Король, 6. По-любому оплым. Попадаем в среднюю пару. Доска скоординирована. Ставим больше. 35-то это много. 31 тысячу. Нормально. Блин. Ну, чекрейс у него, конечно, огромный просто. Не могу я здесь загружаться средней парой. На такой доске скоординированной. Он может те же, каким-нибудь, 5-6 чекрейсить. Ну, блин, ол-ин. Ладно, кол. Проиграли. Ладно, второе место. У меня мастевая дама. Мне кажется, он пушнул. Но здесь... Ну, какие-то коннекторы, возможно, будут. Не думаю, что там сильное что-то. Нормально, увы, не знаю. Второе место. Че, 612 долларов. Хороший результат. Ладно, всем спасибо за просмотр. Пишите свои комментарии. Пока.